Предыдущие годы Кубок России по мотоболу проводился преимущественно в мае. В этом году в связи с постепенным снятием ограничений Министерство спорта разрешило провести первенство в первый осенний месяц. Заявку на участие подали пять команд. Первые игры состоялись во вторник. Среди них встреча Витновского Металлурга и Колоса из Ипатова. По первому периоду, в принципе, игровое и театральное преимущество было у Металлурга. Но, тем не менее, Колос – это наш давнейший, последний семи лет соперник, поэтому расслабляться, конечно, нельзя. Колос является призером Кубка России 2019 года. За первое место его спортсмены ежегодно борются с Металлургом, побеждавшим в турнире с начала века. Это главный соперник, там три человека, кандидаты в сборную России и действующие игроки. С ними у нас всегда конкуренция. Регулярные тренировки подготовили спортсменов Металлурга к игре с серьезным соперником. Усложнила встречу дождливая погода. Мяч был тяжелым и скользким, из-за чего не всегда можно было точно задать его направление. Привычная, конечно, атмосфера у нас выпадала жиром. Не привыкли к такой погоде. Ни дождь, ни ограничения, связанные с пандемией, не остановили любителей мотобола. Команды усиленно тренировались, чтобы в любой момент быть готовыми к внутрироссийским турнирам, а болельщики внимательно следили за соцсетями. На Кубок России им приехать разрешили при условии соблюдения санитарных норм. И трибуны стадиона вновь наполнились зрителями. Мы из города Пушкина, Московской области. Каждый год приезжаем, и даже погода нас не остановила, потому что мы соскучились по мотоболу. Так его долго задерживали, наконец, слава богу, разрешили. Одна из важных причин – это потому что я участник этого клуба, но я никак не могу не поддержать свою команду. Я должен прийти, несмотря на погоду, поскольку они играют в эту погоду, а я не могу сидеть дома. Как и ожидалось, игра была напряженной. Счет открыл «Металлург» во втором периоде, на что спортсмены «Колоса» ответили практически сразу. Игра закончилась победой видновского клуба со счетом 4-2. Впереди еще несколько матчей. Финал Кубка России по мотоболу пройдет в день города Видное – 12 сентября в 15.00. Александра Столярова, Сергей Ларин, Елена Кошелева. Видное ТВ.